Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Санэпидем-операция. Задержан главный санитарный врач Украины Станислав Протас. В чем его обвиняют? По уходу за деньгами. Как аферисты нагревают бюджет Германии на миллионы евро? Одесский шторм. В честь кого горят покрышки и кто плачет от слезоточивого газа под горсоветом? След линча. С каким уголовным делом связан застреленный в столице боец АТО? Санэпидем-махинация. По делу о хищении госсредств задержан главный санитарный врач Украины Станислав Протас. Взяли его прямо в рабочем кабинете. Какие обручные схемы он внедрил среди своих подчиненных? Все подробности этой истории, этого задержания, знает Анна Каменева. Она прямо сейчас готовит этот сюжет к эфиру. Давайте дадим ей немного времени. А пока о других темах. Не только задержания, а еще драки с полицейскими, горящие покрышки и слезоточивый газ. Так прошел сегодняшний день в Одессе. Кто и против чего вышел сегодня под стены горсовета, расскажет Андрей Анастасов. В горсовете сессия на улице митинги. В основном тут активисты, которые выступают против мэра Геннадия Труханова. Обвиняют его в сепаратизме, коррупции и требуют отставки. У дверей горсовета начинаются стычки. Активисты хотят, чтобы их делегацию пустили на сессию. Части удается проникнуть в здание, остальных останавливает охрана. Мол, места всем не хватит. В знак протеста митингующие пытаются прорвать оцепление нацгвардии и полиции. Вперед! Граждане выявили свое законное право и интерес войти в помещение Одесского городского совета. И, соответственно, получилась такая стычка, в том числе с применением спецсредств. А что именно применялось? Газ. Вскоре правоохранителям снова пришлось распылять слезоточивый газ. Активисты подожгли шины и, говорят, в полиции поливали их горючим веществом. А это в общественном месте запрещено. Задержание нарушителей и очередная потасовка. Судя по всему, распыляют газ. Полицейские в настоящий момент осуществляют охрану публичного порядка. Полицейские больше ничего не делают. Не занимают какую-либо чью сторону. Сессия прошла спокойно. А самый скандальный вопрос о зонинге, который предполагает дальнейшую застройку центра города и побережья, накануне сняли с повестки дня. Но активисты, выступающие за то, чтобы документ представили на суд общественности, сегодня пришли с пикетом. Мы хотим увидеть откорректированный проект. Мы хотим фактически подвергнуть его процедуре слушания. Против нынешнего проекта зонинга выступили и депутаты оппозиционного блока в Горсовете. Наши самые главные требования это жесткий контроль и ограничение высотной застройки в историческом центре города. Это сохранение и четкое очертание прибрежной защитной полосы, чтобы документ не забирал и не ограничивал возможности использования рекреационных зон для отдыха, чтобы парки не застраивались. Что же касается уличных волнений у стен мэрии, полиция забрала семерых активистов в райотдел, на одного составили протокол за хулиганство. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Одесса. Одна украинка погибла и еще двое наших соотечественников пострадали в результате теракта в стамбульском аэропорту Ататюрка. Это последние данные, я напомню, 28 июня в Стамбуле. Трое террористов открыли стрельбу, после чего подорвали себя. Погибли 43 человека и 239 получили ранения. С нами на связи мой коллега Вениамин Трубачев, он находится на месте события. Вениамин, здравствуй. Что уже известно о личностях террористов? Кем были эти люди? Да, Наталья, непосредственно исполнителей теракта в стамбульском аэропорту было трое. Смертники были гражданами России, Узбекистана и Кыргызстана. Все они состояли в рядах террористической организации «Исламское государство». Об этом заявляют турецкие власти. Местные СМИ добавляют подробности, что гражданин России был выходцем из Северного Кавказа. Также турецкие спецслужбы сегодня по всей стране провели операцию и задержали 13 человек, которых подозревают в причастности к взрывам. Среди них есть как граждане Турции, так и иностранцы. Также сегодня в больнице умер еще один человек. Таким образом, количество жертв увеличилось до 43. Стоит отметить, что еще несколько десятков раненых сейчас находятся в больницах Стамбула в тяжелом состоянии. Сегодня же прошли похороны погибших в городе, траурные процессии. Проститься с убитыми и помолиться пришли тысячи горожан. «Я прошел паспортный контроль и вышел из терминала. Я искал такси. Это было, когда произошел взрыв. Моя семья оставалась в терминале. Они были совсем рядом, в 5-6 метрах. Я пошел туда, мои дети уже погибли». Вениамин, что известно о пострадавших украинцах? Сколько их? Где они сейчас находятся? Да, в больницах сегодня находилось двое граждан Украины. Я сегодня был в этих медицинских учреждениях. Снимать внутри и общаться с пациентами категорически запрещено. Но мне удалось узнать, что одна из пострадавших женщина, у нее осколками повреждена шея. Врачи ее прооперировали. И сейчас ее жизни уже ничего не угрожает. Второй пострадавший, это мужчина. Ему пуля попала в ногу. Его также прооперировали. К счастью, ранение оказалось легким. Буквально перед эфиром я звонил в больницу. И мне сказали последние новости, что украинцев только что выписали. Также среди пострадавших есть гражданин России. У него жена украинка. И вот в аэропорту они находились рядом с террористами. Мужчина буквально закрыл собой супругу. Она серьезно не пострадала. Вот у мужчины пулевое ранение. И врачи меня заверили, что все будет хорошо. И в скором времени их выпишут. А девушка из Украины, в каком она состоянии? Первое время, ну морально тяжело, конечно, все это пережить и понять. Сейчас уже настроение у нее получше. Получше, конечно. Ну она получила какие-то ранения? Ну у нее получается только колени были сдерты, когда они падали. Вот так вот. Вениамин, когда в Украину доставят тело погибшей украинки Ларисы Цыбаковой? Да, украинка Лариса Цыбакова находилась как раз в эпицентре взрыва. Она получила множественные ранения. И врачи говорят, что шансы на спасение были минимальны. Она в аэропорту была не одна, а с мужем и ребенком. Они физически не пострадали. Вчера родственники целый день были в украинском консульстве. Им там оказывали всю необходимую помощь. И вот накануне поздно вечером они вылетели обратно в Украину. Тело же Ларисы должны были доставить на родину сегодня днем. Она с мужем и сыном была в аэропорту. После террористического акта отримала тяжкие поранения. И доставила в лекарню. Но в жизни врятоваться не удалось. И, согласно наявных данных, годину тому она уже была отправлена на Украину. Ну вот такое большое количество пострадавших из Украины объясняется тем, что в момент взрыва в Стамбульском аэропорту, как раз из Стамбульского аэропорта, как раз улетало два рейса в Киев и один во Львов. И многие уже находились внутри терминала. Люди бросали свои вещи и убегали. Вот сейчас украинское консульство помогает найти багаж и восстановить пропавшие документы. Студия. Спасибо, Вениамин. Вениамин Трубачев был с нами на связи из Стамбула. Я напомню, украинский МИД рекомендует воздержаться от поездок в Стамбул. Тем временем, Турция продлила для нас срок пребывания без виз на территории своей страны. 90 дней с момента пересечения границы. Сегодня вступило в силу это постановление турецкого МИДа. Ранее гражданам Украины разрешалось оставаться на территории страны 60 дней. Москва и Анкара договорились о восстановлении двухсторонних отношений, в том числе и в сфере туризма. Ну а буквально час назад президент России подписал указ о возобновлении чартерного воздушного сообщения. Все детали этого примирения у Данила Русакова. Официальная Москва вычеркнула Турцию в списках государств с террористической угрозой. Тогда же Ростуризм попросили снять ограничения на торговлю путевками в эту страну. Решение это многие восприняли неоднозначно, но сегодня пресс-секретарь Кремля дал свои комментарии. Песков заявил, цитирую, «Такая опасность, к сожалению, преследует нас всех во многих странах, и география абсолютно непредсказуема. Но в данном случае каждый турист должен будет самостоятельно принимать решение нести ответственность за свою безопасность». Конец цитаты. Поток российских туристов пока никто не оценивал. Формально запрет сняли всего несколько дней назад. Агентства только сейчас приступили к продаже мест в отелях. О снятии продуктового эмбарго тем временем говорили в правительстве. Это планируют делать поэтапно. Официальная формулировка Медведева, чтобы не навредить отечественным компаниям. Дальше пояснений не последовало. Премьер попросил своих подчиненных подготовить предложения. Они, в свою очередь, конкретных идей пока не предоставили. Напомню, потепление в отношениях по линии Анкара-Москва стало возможным после телефонного разговора двух президентов. Он состоялся вчера. В ближайшее время министры иностранных дел собираются провести совместную встречу. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Россия и НАТО возобновят диалог. Об этом договорились министры иностранных дел Франции и Российской Федерации. Сергей Лавров после разговора с Жан-Марком Иро в Париже принял решение провести переговоры в штаб-квартире НАТО. Правда, соберется комиссия уже после саммита Альянса в Варшаве. Военный блок разместит дополнительные подразделения в Прибалтике и Польше. Именно поэтому в Москве хотят сначала оценить результаты саммита, а уже потом разговаривать с НАТО. Саммит в НАТО в Варшаве запланирован на 8-9 июля. Я сказал Сергею Лаврову о нашем подходе ко встрече, солидарность с членами Альянса, но одновременно и прозрачность в отношении с Россией. Мы не хотим проводить саммит конфронтации. Напротив, хотим, чтобы был диалог. И уже в ближайшие дни, до саммита НАТО, Украину может посетить госсекретарь США Джон Керри. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью одному из агентств. Чалый предположил, что среди основных тем этого визита будут ситуация на Донбассе и поддержка штатами реформ в Украине. Впрочем, в Госдепе информацию о визите пока не подтверждают. Болгария возглавит трастовый фонд НАТО по лечению украинских военных. Об этом Петр Порошенко, который сегодня с визитом в Софии, договорился со своим коллегой Россеном Плевнилим. Они обсудили вопросы реабилитации участников АТО и переселенцев с востока Украины. На болгарских курортах и в клиниках проходят лечение сотни украинских солдат и детей. Президент наградил погибшего на Донбассе оперного певца Василия Слепака орденом за мужество первой степени. За личное мужество, проявленное в защите территориальной целостности Украины. И самоотверженное служение украинскому народу, говорится в указе президента. Солист парижской оперы Василий Слепак был добровольцем. Он погиб в среду от пули снайпера. И стали известны подробности вчерашней атаки боевиков на Дебальцевском направлении, во время которой погиб Василий Слепак. Бой продолжался 6 часов. Сегодня наша съемочная группа побывала на нулевых позициях. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Эта птичка – вражеский беспилотник, корректировщик огня. Такие же появились над позициями военных вчера на рассвете, после чего их накрыла артиллерия боевиков. На горизонте постовые зафиксировали. Разворачивается колонна БМП наемников. После этого военные пошли в контрнаступление. Завязался бой. По количеству гулу техники, по количеству задействованной артиллерии уже, было понятно, что разворачивается кадровая бригада. Звук гулу был такой, до десятка единиц где-то разворачивалось в нашем тут секторе. Такого ответа боевики явно не ожидали. Армейцам удалось отбить одну из позиций – муравейник. Вспоминают, еще не успели зайти, с десяток боевиков просто сбежали в сторону лесопосадки. Было помещено их подраздели, которые с пешки покидали позиции. В результате захода на позицию было найдено два их трупа. При них были их документы, граждане Российской Федерации. Также среди них был труп одного офицера, лейтенант Российской Федерации. На позиции нашли оружие, гранатометы и противотанковые ракетные установки. Погасив атаку, военные получили приказ вернуться. В командование объяснили, избегают обострения конфликта, хотя и по карте АТО, прилагаемой к минским договоренностям, оккупированное Дебальцево должно быть под контролем украинской стороны. Отход армейцев боевики сопровождали артиллерийскими залпами, не жалея и своих же. Пока мы уже отходили, они накрывали артиллерией. То есть, несмотря на то, что там были ополченцы, которых они используют как раб силу. Сегодня на Дебальцевском направлении тихо. Изредка слышны взрывы на позициях боевиков. Военные предполагают, они укрепляются, зарываются глубже. Отпор армейцев испугал наемников. По радиоперехвату стало известно, за вчера 30 местных боевиков дезертировали. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Украина готова обменять восьмерых задержанных под Широкином на наших заложников. Об этом на своей странице в фейсбук написала вице-спикер парламента Ирина Герайщенко. По ее словам, эту позицию уже передали представителям боевиков. И будут обсуждать на встречу в Минске 4 июля. Украина также просит ОБСЕ проверить информацию о переводе в СИЗО наших заложников, которых ранее удерживали в здании СБУ в Донецке. Сюжет Анны Каменевой о громком задержании в Киеве главного санитарного врача Украины и масштабных обысках санэпидемстанций в других областях страны уже готов. Давайте посмотрим, как это было. Громкое дело о махинациях в санэпидемстанции. Расследование проводит НАБУ и антикоррупционная прокуратура. Полицию пригласили помочь с обысками. О первых задержаниях сообщает глава МВД Арсен Аваков. Сначала по традиции в фейсбуке, а потом и на пресс-конференции. Кто эта женщина, министр не уточнил. Схема простая, говорят в НАБУ. Давали двойную премию каждому областному санврачу, а те половину отдавали главному по Украине. В общем, обналичили 400 тысяч гривен. Нараховывалися незаконно в якости премии. Потом переводилися в готівку. И подальше керівники привозили, керівники областних управлінь, привозили ці кошти керівництву семи службы. И подальшим привозили. Было проведено 44 обшуки у 20 регионах Украины. Проводится работа стосовно з'ясування причетності керівників областних структур Державної санитарно-епідемиологічної службы Украины. Також в разі необхідності їх теж буде притягнути до відповідальності. Обиски в главному офісі СС проходили за закритими дверями. Нікого із журналистів не пускали, нічого не комментировали. Те же саме і в СС в Київській області. Я не маю права никаких коментарів давати. В Сумах обиски почалися раннім утром і продовжалися до 4-х часів дня. По словам сотрудників, следователі, навіть не представившись, зашли в кабінет і закрились там санврачом і главбухом. Затем їх вивели і увезли в неізвестному направліні. Куди не об'яснили. Ні журналистам, ні сатрудникам СС. Работали столичні оперативники і в Харкові. Після полудня із ворот головного управління ГОСАН-підемслужби в Харковській області винесли нескільки опечатанних пакетів, в яких були явно видні документи і системний блок комп'ютера. Руководство на місці не оказалось, а сами сотрудники делают вид, що работають. Руководителю виїхали. Виїхали? Виїхали. А чому? Ви должны работать. Работають. В Черновцах тоже обыскивали админкорпус областной санопідслужби, де храниться вся документация. Сотрудників вивели на вулицю, і вони нескільки часів просидели во дворе. С журналистами общаться не захотели, немногословними були і полицейські. А можна нам сейру можна? А що че? Раз, че не вталі будуть вонять права? Я мене вже вибрала. Там практично нікого не пускають, на випускати зв'язку немає з ним, а ж с ніким. Це неприємна ситуація, але я тут без коментарів, для мене це шок. В Івано-Франковське та жа схема. В течіні нескольких часів робота лабораторного центра була заблокирована. Тільки буде закрити? Ще дві години. Тут проводяться следующі дії, все. Немного більше рассказыває бувший начальник Івано-Франковського управління, госсанепідемслужби. Нас звільнили. Я звільнился начальник. Нас цей проти, якого взяли, звільнился начальник. Неугодник. Управління нема вже. Управління викликання – це лабораторний центр. Це взяли нічого керівника лабораторного центру. Без шума і пыли прошел обыск і в кабінеті главного санврача Рівненської області. За дверю тихі голоса. Роман Сафоном виходить з улыбкою. От комментариев отказывається, мол, все потом. После об'яснений з представителями НАБУ і полицейськими. У сотрудників Закарпатського областного лабораторного центра госсанепідемслужби на время обысків даже забрали мобильні телефони. Вони розповіли, директора служби сьогодні вызвали із відпуска. І вот унікальний случай в Запорож'ї. Ні обысків, ні допросів, ні задержаній. Главний централь в Запорож'ї області показыває, його подчинені работають в штатному режимі. О тому, що київське руководство і колег в інших регіонах трусять, говорить, узнал із інтернета. Роман Тереховуверяє, попуток втянути його в корупційні схеми не було. Корупційного участья с нашої сторони не було. І, в общем-то, можливо, зная нашу позицію, нам ніхто і не предлагав участвувати в таких структурах, ну, в таких схемах. НАБУ не исключаєт і дальніші обыски. Поки що, по нашій інформації, нікого із областних руководителей не задержали. А вот задержанних главного санврача Протоса і начальника департамента Чепурнова завтра, скорее всего, ждет суд. Будуть избирати меру пресечення. Анна Каменева, Татьяна Абинникова, Никита Исайко. Подробности телеканал «Интер». В немецкой сфере здравоохранения не чиновники, а банальные аферисты нагревают местное правительство на миллионы евро. Но вот сами схемы небанальные. Как мошенникам удается заработать такие суммы, и какой ответ для них готовят власти, расскажет Татьяна Лугунова. Власти Германии против аферистов в сфере здравоохранения. Правительство страны разрабатывает план борьбы с мошенниками, обманывающими кассы медицинского страхования. Речь идет об астрономических суммах. По оценкам экспертов, ежегодно аферисты обманывают государство на миллиард евро. Не проходит и месяца, чтобы немецкие СМИ не сообщили. Полиция провела обыски в ферме по уходу и раскрыла очередную аферу. А правоохранительные органы заявляют, случаев настолько много, что впору говорить об организованной преступности. Схема обмана идентична. Мошенники создают фирму по уходу за пожилыми или тяжело больными людьми. И находят клиентов, которые сообщают врачу, что нуждаются в таких услугах. Поскольку не могут, например, самостоятельно передвигаться, ходить за покупками, заниматься хозяйством. Симулянты получают небольшое денежное вознаграждение. А фирма – контракты щедрые выплаты из страховых касс за услуги, которые она не предоставляет. Доходит до курьеза. В одной из таких компаний вывели на чистую воду после того, как контролеры встретили ее подопечных, которые по документам не могли без посторонней помощи с кровати встать на велосипедные прогулки. Сколько фирм, обманывающих страховые кассы, работают на немецком рынке, точно сказать невозможно. Эксперты говорят – сотни. И что примечательно, как правило, открывают их выходцы из стран бывшего Советского Союза. Строгий контроль – это пока единственный метод борьбы с мошенниками. Немецкие политики предлагают тщательно проверять счета, которые компании по уходу выставляют кассам страхования. И разрешить контролерам без предупреждения наведываться к людям, которые пользуются услугами таких фирм. И проверять, за что платит государство. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Стрельба в самом центре Днепра. Один человек убит, один ранен. По официальной информации – обычная потасовка. По неофициальной – активисты выявили нелегальный зал игровых автоматов, за что и поплатились. Все подробности знает Наталья Грищенко. Потасовка, переросшая в стрельбу, произошла возле этой неприметной двери, расписанной граффити. Это самый центр города. Рядом жилые дома, банк, супермаркет и сразу несколько ресторанов. Выстрелы прогремели в полночь. Двоих раненых увезла скорая. Один молодой человек скончался в больнице, другой выжил. У него прострелена спина. В состоянии больного в средней степени тяжести проведена операция в объеме первичной хирургической обработки раны. Жизни его ничего не угрожает. Состояние стабильное, получает лечение. Официальная информация о произошедшем на редкость скупа. В полиции не говорят ни о причинах конфликта, ни о количестве участников. Известно только, что стрелявшего задержали. Он дает показания. Произошел конфликт, в результате которого молодой человек 89-го года рождения из Сайги совершил 4 выстрела. Сайга зарегистрирована на его знакомого. Сейчас мы устанавливаем на колонну. Нам удалось найти одного из участников конфликта. Он просит закрыть лицо, опасается за свою жизнь. Рассказывает группа активистов. Получила информацию, что по указанному адресу незаконно работает зал игровых автоматов. Парни, их было 10, подъехали к его открытию с видеокамерами. Хотели зафиксировать нарушение и вызвать полицию. Но даже приблизиться не успели. Их начали расстреливать. Приехали мы туда где-то в пол 12 ночи. И нас сразу же начали окружать молодые люди спортивного телосложения. То есть их было где-то до 20 человек. У одного в руках был Сайгак, а у другого плюшка от гольфа. Развущал выстрел. Если в самом центре города работал незаконный зал игровых автоматов, почему его не замечали в полиции? Правоохранители на этот вопрос так и не ответили. У активистов есть своя версия. Почему? По неофициальной информации к этому заведению имеет отношение бывший сотрудник Днепропетровского АБЭПа, который при предыдущем начальстве занимал там руководящие должности. Сейчас открыто только одно уголовное производство. По факту убийства. Стрелявшему грозит до 15 лет лишения свободы. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Еще две недели и в некоторых округах пройдут до выборы в Раду. Там же в Днепре провели соцопрос. На 27-м избирательном округе лидирует Загид Краснов. Его рейтинг выше, чем суммарный рейтинг двух кандидатов от власти. По данным Международного аналитического центра, социология Краснов набирает почти 24,5% голосов. На втором месте Татьяна Рычкова. Чуть более 15%. Третье место у Оксаны Тамчук почти 11,5%. Социологи опросили тысячу респондентов с 28 по 29 июня. Погрешность почти 4%. Загид Краснов аккумулирует протестный электорат. И он сохраняет свою высокую динамику и сохраняет высокий потенциал прироста своего рейтинга за счет как неоприлелившихся сегодня избирателей, так и за счет оппозиционных избирателей, оппозиционно настроенных избирателей, в том числе и из электората, как оппозиционного блока и партии Громадская Сыла. Прогнозируемая явка будет достаточно низкой. Мы прогнозируем не более 47% с тенденцией к уменьшению. Причиной этого является общее разочарование потенциальных избирателей в ситуации, как в стране, так и в городе. И поэтому особый вес при низкой явке приобретают административный ресурс и черные технологии, в том числе технология скупка голосов. Криминальные разборки или месть? Минувшей ночью в Святошинском районе столицы застрелили 27-летнего киевлянина. Как это произошло и какие версии есть у полиции, разбирался Егор Логинов. Все произошло около 11 часов вечера возле подъезда многоэтажки по улице Зодчих. Неизвестный открыл огонь по местному жителю, после чего скрылся. От полученных ран пострадавший скончался на месте. Им оказался 27-летний киевлянин Артур Бирюк. Погибший ранее был неоднократно судим. В сентябре прошлого года Бирюк участвовал в стычке с бойцами АТО в одном из киевских кафе. Тогда в результате конфликта погиб один из бойцов. Артем Приходько. Бирюк был под следствием по этому делу и находился под домашним арестом, режим которого неоднократно нарушал. Полиция не исключает убийство Бирюка, месть побратимов Приходько. В полиции открыли уголовное дело по статье умышленное убийство. Если стрелявшего в Бирюка найдут, он может получить до 15 лет тюрьмы. Егор Логинов, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Еще один кровавый теракт. На этот раз в Афганистане 27 человек погибли, 40 ранены. В основном это выпускники полицейской академии, которые ехали в автобусе. Первая бомба взорвалась внутри, а когда на место прибыли спасательные службы, их автомобили протаранил смертник на машине. Ответственность уже взяла на себя группировка «Талибан». Десять дней назад ее боевики взорвали автобус с охранниками посольства Канады. Тогда жертвами стали 14 человек. У берегов Италии потерпело крушение судно из Ливии. Десять человек погибли, и более ста удалось спасти итальянской береговой охране. Выжившие пополнят ряды просителей убежища в Европе. Тем временем там уже понимают, что порой очень непросто отличить беженцев от искателей лучшей жизни. Продолжит София Гордиенко. Миграционным службам нелегко понять, кто бежит от войны, а кто гонится за легкой жизнью, порой вообще невозможно. Министр миграции Бельгии заявил, две трети новоприбывших путаются в показаниях и придумывают себе биографии. Тео Франкин предложил проверять мобильные телефоны и компьютеры беженцев. Логика проста. Если кто-то заявляет, что был узником в Багдаде и в то же время постит фото с пляжа, распознать обман проще. Но пока коллеги Франкина по правительству на такую инициативу смотрят косо. Не очень это умно делать такие проверки. Впечатление такое, что мы хотим контролировать и прослушивать телефоны. Но не исключено, что фламандское националистическое бельгийское правительство просто переживает, как будет выглядеть в глазах толерантной Европы. В отличие от Дании, здесь в феврале заработал закон о частичной конфискации имущества беженцев, который вызвал жесткую критику. Власти решили, раз им этих людей придется кормить, значит, те должны вносить посильный вклад. Полиция сегодня отчиталась о доходах. За несколько месяцев изъято 11 тысяч евро. По сравнению с тем, что страна тратит на мигрантов, это капля в море. Но психологический эффект был достигнут. Наплыв в одну из самых благополучных стран мира сократился. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, телеканал Интер, Брюссель, Бельгия. Убедил Великобританию выйти из ЕС, а сам ушел в тень. Борис Джонсон, лидер компании за Брекзит, не собирается бороться за пост премьера. Почему и кто может занять это место? Подробнее Светлана Чернецкая из Лондона. Сказать, что заявление Джонсона стало неожиданностью, не сказать ничего. Отказ бывшего мэра выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера стал настоящим политическим потрясением. У него были самые большие шансы стать преемником Кэмерона, возглавить консервативную партию и переехать на Даунин-стрит-10. Не говоря уже о том, что это было бы политически оправданным развитием событий. Джонсон был самым страстным агитатором за Брекзит. И было бы логично, чтобы он разбирался с последствиями референдума и воплощал в жизнь все свои обещания, которых было немало. Но бывший мэр Лондона решил иначе. И чем руководствовался, непонятно. Вместо того, чтобы нервничать, давайте использовать этот момент, чтобы возвысить нашу страну в мире. Это и есть повестка дня для следующего премьера. Но должен сказать вам, друзья мои, что после консультаций с коллегами и с учетом обстоятельств в парламенте пришел к выводу, этим человеком буду не я. День для Джонсона не задался еще с утра. Начался с предательства ближайшего соратника. Майкл Гоу, министр юстиции страны, был вторым лицом кампании за Брекзит. Они вместе исколесили всю страну и считались сильной и дружной командой. По сути, благодаря их общим усилиям Британия проголосовала за выход из ЕС. Из них двоих больше шансов на премьерство было, конечно же, у Джонсона. Но сегодня Гоу точно так же неожиданно заявил о своих притязаниях на премьерство. Более того, вонзил нож в спину Борису, уверяя, что у бывшего мэра не хватает лидерских качеств, умения создавать команду и решать актуальные для страны задачи. Это уже второе публичное предательство Майкла Гоуа. Он был близким другом семьи премьера Кэмерона и считался верным соратником, но пошел против друга, возглавив движение против ЕС. Очень сильным соперником Гоуа в борьбе за кабинет на Даунин-стрит будет министр внутренних дел Тереза Мэй. Она агитировала за то, чтобы остаться в Европе, но никогда не была категорична по поводу выхода из ЕС. Поэтому считается фигурой, способной объединить расколотую партию консерваторов и общество в целом. Brexit означает Brexit. Голосование состоялось, явка была высокой и общество вынесло свой вердикт. Не должно быть никаких попыток оставаться внутри ЕС. Никаких попыток вернуться через заднюю дверь и никакого второго референдума. Но в целом борьба за премьерское кресло оказалась на удивление вялой. На главный пост страны всего пять кандидатов. В принципе, для Британии время далеко не простое, надо иметь немалую смелость возглавить ее именно сейчас. Итак, еще три кандидата. Это восходящая звезда партии министр труда Стивен Крабб, бывший министр обороны Лиам Фокс и бывший банкир депутат Андреа Литцем. В следующий вторник члены парламента проголосуют за претендентов. Гонку покинет тот, кто наберет меньше всего поддержки. Голосовать будут несколько раз, пока не останется всего два претендента. Их кандидатуры и вынесут на выборы, в которых примут участие все 150 тысяч членов консервативной партии Великобритании. Сомнений почти нет, что борьба развернется между министрами внутренних дел и юстиции Терезой Мэй и Майклом Гоувом. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Мусорное болото. Куда мэр Львова предлагает сплавлять городские отходы? Атака террористов в Израиле. Почему военные боятся применять оружие против боевиков? Козлинный отряд. Кто абсолютно бесплатно следит за полянами Бруклинского парка? Приватизацию в Украине нельзя затягивать. Таково мнение украинского премьера, которое он озвучил на энергетической конференции в Киеве. Владимир Гройсман рассказал, что при Кабмине будет создана специальная организация, так называемый офис сопровождения инвестиций. Она будет способствовать международному бизнесу в приватизационном процессе. А вот посол США Джеффри Пайетт, который также участвовал в этом форуме, убежден, что пополнить казно поможет не только прибыль от приватизации. Главное – это не доход от приватизации, а повышение эффективности и преодоление коррупции, чтобы не было манипуляций госактивами со стороны различных политических групп. Темпы роста энергоэффективности в Украине крайне низкие. В 2014-м она выросла менее чем на 2%. Если так пойдет дальше, Украина и через 30 лет не догонит ЕС по показателям в этой сфере. Так считает в аналитическом центре новая социальная и экономическая политика. Энергосбережение в первую очередь должно затронуть ЖКХ и промышленность. По расчетам мирового банка, если бы в стране уже применялись необходимые меры, то коммунальные счета за тепло удалось бы снизить почти в половину. Стране нужны инвестиции. Эти инвестиции оцениваются мировым банком. Где-то на уровне 50 миллиардов долларов. Сейчас наши партнеры, я имею в виду международные партнеры, предоставляли нам несколько траншей технологической и технической помощи, но в объеме менее чем 1 миллиард. Если не изменится инвестиционный климат и не будут созданы условия для притока и внутренних, и зарубежных инвестиций, стране с такой огромной задачей очень быстро не справится. Буквально час назад в Николаеве произошла драка между самообороновцами и охраной форума политической партии «Успешна Краина». Около 30 активистов Одесской самообороны и Азова пытались прорваться на заседание в одном из отелей города. Свидетели рассказывают, что кто-то стрелял и даже бросил дымовую шашку. Больше всех досталось водителю автобуса, на котором приехали участники форума. Мужчину госпитализировали. В драку вмешались патрульные и спецназ полиции. Правда, никого не задержали. Сейчас в отеле работает следственно-оперативная группа и эксперты. Помещение полностью разгромлено. Еваревский полигон вместо Грибовицкого. Сегодня мэр Львова наконец-то выступил на сессии впервые после трагедии на полигоне и рассказал, как планирует избавляться от городского мусора. Подробнее расскажет Галина Якушко. Сегодня вход во Львовский городской совет опять ограничен. Всех желающих попасть на сессию проверяют с помощью металлоискателей. Опасаются повторения беспорядков. Когда залетел натоп с наплечниками, одного раза с собаками, в балаклавах, в масках, маяча с собой металлевые вещи, маяча с собой большие кильки, это небезопасность не только для них самих, а и для всех депутатов. Не обошлось без провокации. Сегодня несколько активистов попытались пробраться в сессионный зал, минуя охранников. Их задержали. А через несколько минут в зал беспрепятственно принесли оружие. Так проверяли эффективность охраны. В сессионном зале впервые со дня Грибовицкой трагедии появился сам мэр. Начал с перечисления собственных достижений. Мол почти договорился о кредите на постройку мусороперерабатывающего завода. Я думаю, что за летний период уже будет четко зрозумела структура проекта с Европейским институтным банком. Львовские активисты считают, даже если и получится взять кредит доверять мэру, единоличный контроль над распределением средств нельзя. Створить какую-то такую площадку, единую, потому что есть очень много комиссий, куда должны идти депутаты областной, местной рады, эксперты, международные эксперты, общественные активисты. И чтобы люди, которые хотят инвестировать в Львов, могли это сделать в обход в местном голове. В мэрии появилась оригинальная идея, куда вывозить мусор. Предлагают устроить свалку на Явровском военном полигоне. В межах Явровского полигона, территории, на которых сохранялись какие-то химические вещи, то есть она даже не используется сейчас, на данный момент. Мы сможем привести эту территорию к порядку, облаштовать современное, за примером, стальовую волю города, в Польше, облаштовать территорию. Военных такая идея возмутила, ведь на полигоне проходят международные учения. Американцы, британцы, Прибалт, литовцы и другие страны, которые сейчас берут участие в учениях, очень ретельно относятся к жизни и здоровью своих военнослужащих. И когда там будет смяте, сами понимаете, что это будет не только смяте реальное, но и смяте моральное, потому что никто не будет принижать своих граждан, тем более тех, кто носит военнослужащую форму. Ну а пока в сессионном зале депутаты обсуждали, где и за какие же деньги строить мусороперерабатывающий завод, на Грибовицком полигоне спасатели продолжают искать тело коммунальщика, который пропал месяц назад. Пока безуспешно. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Два месяца ареста. Такую меру пресечения киевский райсуд Харькова избрал задержанному экс-нардепу от компартии Алле Александровской. Я напомню, ее подозревают в попытке подкупа депутатов и сепаратизме. Залог для обвиняемых по такой статье не предусмотрен. Адвокат Александровской просил отпустить ее на поруки, однако суд отказал. Защитник экс-нардепа уже заявил, что подаст апелляцию. На Мариупольском направлении, по данным нашей разведки, усиливают отряды местных боевиков, направляя туда офицеров регулярной российской армии. С чем это связано и какие могут быть последствия, разбирался Станислав Кухарчук. Детская школа-интернат на окраине Маринки за два года войны уже несколько раз переходила из рук в руки. Каждый кабинет здесь укрепленная огневая точка. Для наших военных это суровая необходимость. Позиции противника всего в 50 метрах. Бойцы признаются, воевать в школе тяжело. Каждый уголок напоминает, что всего несколько лет назад здесь мирно учились дети. Теперь здание не подлежит ремонту. На самих позициях с утра тихо, но тишина обманчива. Чтобы не попасть в прицел вражеского снайпера, ребята даже прибегают к военной хитрости. С недавних пор на вражеских позициях на Дальнем Терриконе наемники сменили флаг так называемый ДНР на российский триколор. Командир опорного пункта уверяет, у противника сменился не только флаг, но и тактика. В штабе также отмечают присутствие российских военных стало уж чересчур явным. Особенно после пленения восьмерых наемников в районе поселка Широкино. Были поселены заходы с боку Российской Федерации. Как показала практика, они не справляются и кадры российские военные будут до взводного порно-пункта керувати деями этих подразделев. Военные предполагают, в связи с этим противник может еще больше активизироваться. Но украинская армия к этому готова. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. В Ливии задержан танкер с украинским экипажем на борту. Корабль Тимитерон, который под флагом Белиса перевозил бензин, сейчас в военном порту Триполи. Туда его отконвоировала береговая охрана. Известно, что на борту кроме украинцев были пятеро россиян, а также греки. Судьба экипажа неизвестна. В МИД Украины обещали прокомментировать инцидент позднее. Из-за нестабильной военно-политической обстановки в Ливии украинцам давно рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну. Снова теракты в Израиле. От ножа террориста погиб ребенок. А военные сотрудники служб безопасности боятся применять оружие. Почему, расскажет Сергей Ауслендер. Палестинские террористы после недолгого перерыва снова напомнили о себе. Сегодня теракт произошел на территории крупного поселения Кирья Тарба. Это возле Хеврона. Там 19-летний араб сумел проникнуть на территорию. Сейчас следователи как раз выясняют, как он смог перебраться через забор безопасности. Уже находясь в Кирья Тарбе, он пробрался в ближайший дом. Там находилась 13-летняя девочка. Она в этот момент спала. Террорист запер дверь изнутри и набросился на нее. Соседи, услышав крики, вызвали охрану. Охранникам пришлось выломать дверь, чтобы попасть в дом. В результате один секьюрити получил тяжелое ножевое ранение, а второй застрелил нападавшего. Когда он перебрался через забор, направился в сторону местного колледжа. Но студентов там уже не было. Каникулы. И тогда он пошел в ближайший дом. Там и настиг свою жертву. Раненая девочка чуть позже умерла в больнице. Сейчас поселок объявлен закрытой военной зоной. Жителям рекомендовано не выходить из домов. Арабская деревня, откуда пришел террорист, оцеплена войсками. Там идут обыски и ищут возможных сообщников. Арестован отец террориста. Министерство обороны отменило разрешение на работу для жителей этой деревни. А в Израиле сейчас все обсуждают, почему охранник, который, собственно, получил ранение, войдя в дом, не стал стрелять и попытался обезоружить террориста голыми руками, в результате чего, собственно, и был ранен. Дело в том, что правила применения оружия в Израиле сильно ужесточились. Сейчас как раз судят солдата, который не так давно в том же Хевроне добил раненого террориста. Многие вообще говорят о том, что проще подставиться под нож, чем стрелять. И потом годами в суде пытаться доказать, что огонь был оправдан. На это же жалуются и военные. Проще говоря, если террорист просто стоит с ножом, то стрелять в него нельзя только в том случае, если он бросится. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. К трём годам за решёткой могут приговорить троих чехов из-за инцидента с нижним бельём. Об этом и не только в нашем обзоре. В Праге судят активистов, которые в прошлом году поцепили на резиденции президента вместо флага огромные красные трусы. Акцию провели в знак протеста против политики Милоша Зэмона. А панталоны такого цвета должны были символизировать бельё человека, который ничего не стыдится. Активистов обвиняют в хулиганстве, краже и порче чужого имущества. Им грозит до трёх лет лишения свободы. Самый большой в мире неогранённый бриллиант до сих пор без собственника. Леси Дилярона весом 1109 карат не удалось продать на аукционе Сотбис в Лондоне. За драгоценный камень размером с теннисный мяч просили 71 миллион долларов. Но предложений не последовало. Серебряная пуля заглохла. В парке развлечений в Оклахоме спасателям пришлось снимать детей с 30-метровой высоты. Кабинка американских горок остановилась прямо на полпути. Пассажиров от 7 до 15 лет успешно эвакуировали. Причину неполадки выясняет полиция. Бесплатные пирожные на протяжении 6 лет. Владелец одной из филиппинских пекарен настолько был уверен, что кандидат в президенты страны Родриге Дотерте не победит, что в интернете бросил сторонникам кандидата вызов. Сегодня Дотерте принял присягу на посту президента. А пекарь честно признал свою ошибку и теперь будет выпекать около 6 тысяч пирожных и раздавать их бесплатно два раза в месяц. 50 тысяч евро наличными и еще 100 тысяч на сберегательных книжках нашел 25-летний сирийский беженец в старом шкафу в Германии. Мебель парню подарила благотворительная организация, чтобы хоть как-то обставить предоставленное жилье. Деньги находились в тайнике под полкой. Находку честный сириец отнес в полицию и теперь там ищут владельца сбережений. Парень получил вознаграждение. Сколько ему досталось, неизвестно. Экологично, практично и эффективно. За газон в Бруклинском парке отвечают 4 козы. Обязанности работников простые. Есть траву и бороться с сорняками. Администрация не нарадуется. Козы добросовестно работают уже два месяца подряд, что позволяет изрядно сэкономить на зарплате газонокосильщиков. Оставить нельзя снести красного командира Николая Щерса, который находится на одной из центральных улиц Киева. Активисты ООН обещали сегодня демонтировать самостоятельно, поскольку он попадает под закон о декоммунизации. В киевской мэрии пояснили, что постамент находится в очереди на демонтаж. Но пока он также в реестре объектов культурного наследия. И если Минкульт изменит этот статус, памятник уберут уже ко дню независимости. Тем не менее, сотни правоохранителей и активистов сегодня все же к Щерсу пришли, но в итоге никто его не тронул. Я все-таки свожусь на то, что пообещали, что до 24 серпня его гамузом возьмут и перенесут в какой-то, который сейчас начинает будиваться, музей тоталитаризма. В принципе, нас это влаштовано. Но если этого не случится, то все равно мы его будем убить. Подробности ЮЭ, это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин